Всем привет, с вами Артём, и сегодня у нас начинается прохождение Dust and Lizzie Untail. Когда-то я уже брался за эту игру, это было на предыдущем канале, который потом в итоге сначала превратился в металлик, потом вообще в итоге был кем-то удалён. Но при этом игра осталась нами не пройдена, и при этом она до такой степени потрясающая, до такой степени волшебная. Ни на что не похожая, что просто я не мог обойти вниманием её, и я хочу снова взяться за её прохождение и таки добить её до конца. При этом, что там было достаточно много побочных квестов, которые я не выполнял по ходу действия, а надо бы. Надо бы всем помогать, потому что наш герой Dust... Он... Добрый парень. Итак, собственно, как я уже предупреждал, и как написано в описании канала, в этой игре будет моя озвучка. Потому что она не локализована, в ней переведён только текст. Ну что ж, давайте приступать, игра будет просто великолепной, это потрясающее драматическое приключение, хоть и в мультипликационном виде, но при этом, наверное, даже мультипликация как раз даже больше градуса повышает её драматичности. Вообще сразу, лично меня вот эта игра, она как будто возвращает куда-то в детство, к старым-старым приключенческим мультфильмам. Потому что просто сама игра, наверное, именно такая же. Ну что ж, давайте приступать. Игру, кстати, делал практически один человек. Она, кстати, насколько я знаю, в скором времени появится на... по-моему, на PS. Ну, в общем, я не разбираюсь в том, когда она выйдет на консолях, или вышла она уже на консолях. В общем, без разницы. Всё, поехали, приступаем. Итак, игра поддерживает функцию автосохранения в дополнении к ручному сохранению. Обратите внимание, что если вы начнёте новую игру или загрузитесь во время игры, то игра перезапишет слот автосохранения. Ну хорошо, вот. Вот этот слот. У нас есть казуальная, норма, жесть, хардкор и назад. Давайте норма. Поставим нормальный уровень сложности. В прошлый раз я, по-моему, поставил жесть и пожалел об этом. Норма. Играем на норме. Наш мир постепенно угасает. Его великие деяния давно свершены. Его легендарные цивилизации давно обратились в прах. Величайшие легенды Элизиума давно забыты. Именно тогда земля, обетованная, пала в зареве войны. И в самый отчаянный час началась величайшая история Элизиума. Одинокий воин сражался против армии, прорубая себе путь через всех, кто вставал на его пути. У толпы не было шанса, а солдат не знал пощады. Но несмотря на его победы, навыки и беспощадность, отважный воин идет. Отважный воин падет в тот день. Но не от рук толпы, а от простого ребенка. И вот, собственно, наш друг. Даст. 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 Очнись. Экскалибур? Что? Говорящий меч? Кто ты? Лишь то, что ты вызвал. Вызвал? Как? Зачем? Этого я не знаю. Но мы со временем узнаем. А теперь вставай и взови клинку Араха. А вот и второй наш друг. Стоять! Не двигаться! А это кто? Я? Я Фиджет. Хранитель этого меча. Тебя зовут Фиджет? Прости, кажется, я слышался. Ты сказала, что тебя зовут Фиджет. Эй, дело тут вовсе не во мне. Это ты забрал мой меч. Не желаешь назвать мне свое имя? Я... Успокойся, Фиджет. Его зовут Даст. И это он пробудил меня ото сна. Так значит, ты Фиджет? Да, это я. А ты, значит, Даст? Видимо, да. Хоть я и не помню это имя. Что это вообще за меч? Так, что это за меч? Я клинок Араха. А ты, Даст, избранный владелец меча. Да, это все, конечно, замечательно. Но я думаю, пора уже вернуть меч на место. Я просто не могу вернуть тебе этот меч, Фиджет. Сейчас он единственный, кто знает меня. Я даже не знаю, как оказался здесь. Ну тогда, ты не оставляешь мне выбора. Я... Я бросаю тебе вызов. Победитель забирает меч. Ладно, подожди. Ну, я... Хорошо, хорошо, ты выиграл. Но не думай, что я уйду с пустыми руками. Я отправляюсь с тобой. Отлично! У меня появляется офигенный спутник. Но, знаешь, мне действительно нужно вернуть этот меч назад, после того, как ты сделаешь... Ну, что бы это ни было. Так что именно мне нужно сделать, Арах? Искомый ответ ты найдешь на востоке. Твой путь идет через поляну, затем ведет вниз по склону горы, и оттуда ты найдешь путь к деревне. Это будет твоим первым шагом. Тогда ты отдашь мне меч. Мне очень нужно вернуть его домой, прежде чем кто-то заметит, что он исчез. Как только я пойду, что должен с ним делать... Как только я пойму, что должен с ним делать, он весь твой фиджет. Пошли. Так, ну ладно, давайте. Какая все-таки... Вот я так соскучился по этой игре. Блин, она такая классная. Она такая яркая, до такой степени. Вот каждая мелочь прорисована. Это же потрясающе. Один человек это сделал. Это же вдуматься. Ну, актеров разве что он пригласил для озвучки. Сторонних атак. Это просто что-то невероятное, как мне кажется. Про Галина. Ну ладно, узнаем. Про какого Галина здесь нам хотят рассказать. Я пойду наверх. Ага. Я уже давно играл, поэтому я забыл, что здесь надо делать. Ага, все открыто. Так, курочкой мы лечиться будем. Я поставил, кстати, автопрокачку, чтобы лишний раз не напрягаться по этому поводу. Она тут все равно элементарная. Хм. Что такое, фиджет? Вообще-то, у моего вида есть то, что вы называете шестым чувством. И там впереди точно что-то есть. Классно. Спасибо, фиджет. Вау. Только подожди. Уж не хочешь ли ты мне сказать, что это что-то внизу? Так, я, по-моему, не могу сейчас прыгнуть, да? Эх, жалко. Ну ладно. Ага, новый навык мы получили. Отлично. Так-с. О, круто. Так, то есть я сейчас вот так могу сделать, да? Во, классно. Все, теперь я могу делать вот так. Зайчишки бегают. И курица в камнях. Что делает курица в камнях? Вот мне просто интересно. Так, добро пожаловать в список заданий. Здесь вы можете просмотреть активные и выполненные задания. Заодно и все заметки, которые вы собрали. Ну, давайте изучать. Сокровища. В древние времена наши великие богатства и верные союзники были заперты с помощью сильнейшей магии, недоступной нашему пониманию. Единственный способ вернуть их – использовать магические ключи, разбросанные по всему миру. Надеюсь, у вас, у нас будет достаточно времени, чтобы найти их все. Я тоже на это надеюсь, я буду стараться это делать. Так, прах к праху. Вы очнулись на небольшой поляне в горах, не помня своего прошлого. Древний магический клинок Арах и его хранитель Фиджет присоединились к вам. Так как других путей нет, дорога на восток – ваш единственный выбор. Так, хорошо. Добро пожаловать на экран материалов. Материалы, собранные с врагов, можно использовать в кузнице для улучшения экипировки. Материалы можно продать магазинам. Получив новый материал, магазины начнут пополнять им свои запасы. Используйте это преимущество при... Эм... Кхм... При нехватке материалов. Никак не привыкну к своей новой коронке. Мне ж поставили коронку, поэтому... Немножко... Клацнул зубами неприятно прям. Добро пожаловать в экран статистики. На этой странице вы можете просмотреть различную игровую статистику. Отлично. Ну, нормально. Так. Статишка. Ага. Здорово, мы нашли сундук. Поправка. Мы нашли закрытый сундук. Ну и чего же ты ждешь? Разбей его. Это было бы неразумно, Даст. Это эти сундуки защищены тайными замками из прошлой эры. И это далеко за пределами моих возможностей. Значит, нам понадобится ключ. А у меня нет ключа? Нет ключа. Давайте поищем ключ. Я думаю, он должен быть где-то поблизости. Я надеюсь, что он действительно где-то поблизости. Ой, олени. Что такое? Почему мы остановились? Ох ты, ёлки-палки. Чудовище! Успокойся, Фиджет. Даст, сосредоточься. Вспомни, что тебе известно. Нет-нет. Дави на кнопки, сделай что-нибудь. Ага, значит, ты знаешь, что Даст им управляет. Человек. Ну, или, по крайней мере, ты так думаешь, что я человек. Всех убью. Мама, я всех-всех убил. И тебе дали приз? Нет, мама, я... Я же говорю, я всех-всех убил. Эй! Мне ничего не говорили про этих чудовищ. Странно. Откуда взялись все эти способности? Ты владеешь клинком Араха, а вместе с ним всеми навыками, заключенными в нем. Ау! Чудовище! И поэтому я призвал тебя, чтобы контролировать эту силу? Маловероятно, Даст, что я мог проснуться от таких эгоистических причин. По ту сторону леса расположена деревня. Возможно, если ты ее найдешь, это поможет восстановить твою память. И тогда мы будем в безопасности, да? Больше никаких чудовищ? Фиджет, я думаю, дела обстоят намного хуже. Подумать только, а ведь утро так хорошо начиналось. Хотя бы возьми эти мелкие фрукты. Что-то мне подсказывает, что они тебе пригодятся. Короче, ключ мы профукали, я даже знаю где. Вернемся сейчас обратно. Подождите. Ключ должен быть где-то наверху, я его как раз где-то наверху профукал. Мне кажется, надо было идти дальше. А-а, странно тогда это. Ладно, попробуем отыскать. Непонятно, конечно. Странно, я помню, что я раньше открывал этот сундук. Здесь где-то был ключ. Ладно, что-то ключ я не вижу. Ну, пошли тогда отсюда. Пардонте. Раз нет ключа, значит, пойдем дальше. Возможно, он где-нибудь впереди появится. Я пока что его нигде не видел. Ага, сохранение. Сохранить игру? Да, конечно же. Вот и замечательно. Так, здрасте. Комбо! Да, игра, по сути, это на самом деле слэшер, но... Где вы еще найдете такой супер-мега-потрясающий слэшер? Успокоились там все. Тихо, я сказал. Или я тихо сказал. Монетка, монетка, монетка. Нельзя монетки выпускать из виру. Ух, нельзя! Нельзя! В принципе, пока что... О, как. Ладно, вроде бы более-менее справились. У нас есть... Понятно. Что? Наверное, рано еще. Так, карта у нас тоже есть. Статистика... На-на-на-на... Погнали дальше. Подожди, Даст. Ты открыл новую способность. Узри полевую бурю. Мне это нравится. Держи Y, чтобы выполнить полевую бурю, но осторожно. Как бы опытен ты не был, ты не можешь поддерживать бурю долгое время без вреда для себя. В том случае, может быть, я могу помочь? Если ты нажмешь B, я исполню атаку, столь потрясающую и впечатляющую, что тебя заколеснет буря эмоций, о которых ты даже не знал. Понятно все с тобой. Пожалуйста, постой на месте, пока я покажу. Супер. Это было... Очень мило. Тогда, пожалуй, остальной свой репертуар я ставлю при себе. Извиняюсь, Фиджет. Я уверен, что так или иначе это пригодится. Говоря между нами, Даст это может быть весьма полезно. Пылевая буря может управлять снарядами Фиджет, создавая более мощную атаку. Вот так. Круто. Во! Ого! О, кстати, каждый раз, когда я использую свою силу, значение индикатора энергии будет уменьшаться. Ты сможешь восполнить его с помощью комбо ближнего боя. Более того, Даст, используя свои комбо вместе с силами Фиджет, ты сможешь добиться более длинной цепочки ударов, которая даст бонус опыта после каждой схватки. Однако, если враг тебя поразит, цепочка будет нарушена, и ты потеряешь бонусный опыт. Хорошо, думаю, я понял. Если всё это для вас слишком сложно, вы можете зайти в экран справки через меню паузы нажатием старт. Отлично, Фиджет, я всё понял. Спасибо, что помогаешь мне. Именно игроку. Это классно. Спасибо, Фиджет, буду следить за тем, чтобы не оказаться в беде. Так. Тихо, подождите, я сейчас помню, как это делается. Ага, всё понял. Ра-та-та-та-та-та-та. Ачитки. Монетки, монетки. Падайте, монетки, ко мне. Отлично. Плюс бонусы. Супер. Не будем доводить до супер-мега-покраснения. Не будем доводить до супер-мега-покраснения. Ага, отлично. Суперский получается, конечно. Блин. Суперский выходит. Хорошая комбо. Воздушный этот бросок. Давайте здесь вот сохранимся. И погнали дальше. Будет ли нас ждать кто-нибудь впереди? Просто еще один монстр. Мне кажется, она показывает, что здесь повсюду есть клады, но я их пока не вижу. Возможно, я пойму, как туда попасть позже. А пока что мы будем разбираться с этими парнями и идти вперед. Отлично, я получил новый уровень. Манинетка! Ага, так, у нас что-то новое. Прыжок Веры. Кто такая Вера? Они... Да, супер-юмор. Да. Дизлайк, отписываюсь. Они преследовали меня, и я бежал. Их было пять или шесть вооруженных до зубов и быстро догоняющих меня. Я добрался до перевала лучников, но стрелой в колено они поймали меня у безголовой статуи. Окруженный в отчаянии и не имея возможности отступать, я залез на руку и совершил прыжок Веры. А там, кстати, какой-то проход был. Глянем. Странная курица из стены. Ключик, 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 ключик! Побежали обратно, у нас есть ключик. Только нам впереди потом, наверное, после этого встретится куча новых монстров. Поэтому сейчас немножко их поубиваем здесь всех. Смысл игры же как раз в этом самом игровом процессе, чтобы всех лупить. Готовы. Так. А ну-ка успокоились быстро там. А, я могу правым стиком так управлять. Классно. Вместо того, чтобы нажимать на триггеры. Хотя на триггеры нажимать, по-моему, удобнее. Удивительно, как в такой мясорубке даст умудряется не убивать зайца. Вот что значит истинный ниндзя. Такие еще, знаете, монстры тоже прям такие из детских сказок как будто. Че ты здесь встал? Ребятки, вам спать пора, вы об этом не думали? Так, все, готово. Мне кажется, что такая игра, она в принципе может подойти для детей любого возраста. Ну, не совсем прям вот годовалом, они просто не поймут как играть. Но вот для детей она вполне подходит. Хотя, там и есть парочка достаточно жестких будет моментов по сюжету, которые... Не знаю, детям подходит, не подходит. Но, не знаю, я в детстве смотрел всякие вот такие вот сказки, в них тоже хватало жестокости. Даже вот вспомнить, например, диснеевский мультфильм. Сейчас скажу, как он называется-то. Ой, блин, я забыл. Забыл название мультфильма. Это был именно диснеевский мультфильм. Он немножко похож на меч из камня, потому что там мальчик уж больно похож на героя. На Артура, собственно, из меча из камня. Так вот, в этом мультфильме был такой персонаж, как, например, рогатый король, который вообще просто демон, там, демонюга такой, который воскрешал мертвецов. Просто когда вот этот эпизод с вас, где мертвецы начинали вставать из могилы, это очень жуткий был такой моментик. Да уж сам как король выглядел, вообще просто потрясающе. Надо будет потом погуглить, что за... откуда был рогатый король. Я бы тоже забыл просто. Ты что делаешь? А ну-ка цыц. Стоп. Сундук внизу. Сундук должен быть здесь. Вот оно. Так, Y, A, Y, A. Push and turn. Так, народ, извиняюсь. Итак, народ, я извиняюсь, мы продолжаем. Мне просто звонили с моей предполагаемой новой работы, на которую я, кстати, хотел попасть, так что, похоже, у меня счастливая полоса начинается в жизни. Отлично. Так, ну что, здесь у Фиджет нет третьего чувства, а, шестого чувства, пардон, третьего, говорю. Все, уже начинаю заговариваться. Как, как дурак. Ладно, все. Пошли дальше, будем дальше выискивать, где находится... да. Давайте сохраним, перезаписать файл. Вперед. Ох, ребята, ну что вам как не имется? Неужели вы не учитесь на собственных ошибках? Эх. Пошли с моей дороги нафиг. Экс. Мне кажется, кстати, что мои зрители, то есть вы уже скоро окажетесь, знаете, в таком временном коллапсе. Например, вот игра, которую мы сейчас Шепардом записываем, она секретная. Я пока не буду раскрывать подробности, что это за игра. Но просто вот мы ее, например, записывали уже первого сентября. В тот день, когда я пошел на работу, которая... Которая вот была самая первая офисная. И поэтому я там был достаточно уставший. А сейчас вот вполне возможно, что когда будет уже выходить... Когда уже начнут выходить эпизоды по той игре, Я наверняка уже буду работать на другой работе. Как говорится, на кнопки нажимать... На кнопку, а на одну единственную нажимать в течение 8 часов просто оказалось не мое. Особенно, когда постоянно сидишь за компьютером, просто уже стреляет шея и так далее. Так. Цыц отсюда. Как все-таки классно еще меняется освещение в игре. Это ведь практически от руки все нарисовано. По-моему, просто потрясающе. Так. Уйди отсюда, мужик. Мужик, мужик, иди сюда. А куда он пропал? Эх, ну ладно. По крайней мере, экспы нам дают. Так, ну что? Сохранимся. Ну и давайте, друзья, наверное, мы на этом моменте закончим нашу первую вступительную серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. С вами были Артем, Фиджет и Даст. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok